МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите выпуски новостей губернии. Областное торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества в Юпитере. Хор Турецкого выступил на патриотическом концерте «Мы – Россия» в Нижнем Новгороде. Представители избирательной комиссии начали по домовой обход жителей Нижегородской области. День защитника Отечества. В преддверии этого праздника концертный зал Юпитер готовится к приему гостей. До мероприятия еще полчаса, а в фойе уже собираются люди. Не зря, говорят, театр начинается с вешалки. Догадая познакомиться с теми, чьи надежность, решительность, преданность Отечеству и присяги вселяют на спокойствие и уверенность. Добиться успеха без желания невозможно. Сергей Гладкий с самого детства мечтал стать военным. Брал пример с отца. Смотря на него, так как он для меня являлся и сейчас является авторитетом, решил пойти по его ступам, также быть защитником Отечества. Когда получил второе ранение, вот, тяжелое ранение, вот, у меня дочь есть маленькая, вот, и как-то в тот момент все перед глазами приметнуло, понял в тот момент ценности. Наконец на сцене торжественное награждение. За достигнутые высокие показатели боевой подготовки и образцовое выполнение воинского долга защитников Отечества награждают благодарственными письмами и памятными подарками, наручными часами. Их вручает лично заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. Это наш общий праздник, это святой праздник. И самое главное, всем нам здоровья и удачи, всего наилучшего. Победа будет за нами. Это важно для того, чтобы передать ту историческую память, которая должна проноситься через поколения. Поэтому я всех поздравляю с Днем Защитников Отечества. Вот и есть высшая степень нашего патриотизма. А в зале семьи наших защитников. Говорят, жена офицера – это начальник тыла. И чем надежнее тыл, тем крепче супружеский союз. Привыкнуть к этому невозможно, к разлукам. Преодолеваю вместе с дочерью. Наверное, это то, из-за чего ты держишься. Вот. Веришь, что все будет хорошо, что он вернется. Живой, здоровый. А еще для наших мужчин сегодня на сцене выступает Нижегородский губернский оркестр. Нижегородский оркестр. Находясь на таком мероприятии, в этой праздничной атмосфере, хочется выразить благодарность всем, кто самоотверженно предан в своей стране, кто обеспечивает безопасность государства, общества и карте семьи. Служба информации Анастасия Морозова, Максим Веселов. Солистов хора турецкого определить можно сразу мужское многоголосие и чистый живой звук. Зрители с восхищением приветствуют музыкальный коллектив, а он, в свою очередь, сразу же дарит нижегородцам премьеру песни «Русь моя». У нас заходит в душу и в сердце незримая тропа найдена. Мы ее начали разучивать, потом поехали после Нового года по стране. В основном это были сибирские города. Есть только настоящая сила России и песня такая. Такой не агрессивный, но очень проникающий патриотизм. Патриотизм в каждой песне, в каждом слове. Чего стоит только наша, сормовская лирическая. В исполнении сопрано турецкого и солистки Анны Королик. Впрочем, исполнители патриотического концерта «Мы России» удивляли каждую минуту. Классика, рок, джаз, народная и популярная музыка слились будто воедино. Пели все взрослые и дети. Первый раз. Приятно удивлен атмосферой и программой. Вокальные данные у исполнителей просто на высшем уровне. Очень все понравилось. Ребенок в восторге, очень рад, что нам получилось побывать на таком мероприятии. Первый раз был, но очень понравилось на самом деле. Все красочно, ярко и организованно. Концерт – настоящий подарок для более 4 тысяч гостей. Это семьи участников спецоперации, волонтеры, молодые многодетные семьи. Пожалуй, каждый почувствовал радость и гордость за свою страну. Мой девицы, как лет так нет. Все поделиться, спады леса. Нашу девицу не волк лизает. Служба информации Юлия Чернова, Максим Веселов. Добрый день, участковая избирательная комиссия, мобильная УИК. Ксения Смирнова, как ответственный гражданин, информирует жителей родного города о выборах. Такая работа у нее второй раз в жизни. Женщина признается, совмещать приятное с полезным – здорово. Очень нравится свежий воздух, прогулки и, конечно, общение с людьми. Больше всего нравится пенсионерам, потому что это дополнительное общение, что-то узнают новое и вообще, в принципе, рады пообщаться люди. Задача обходчика – напомнить о начале выборов, рассказать о способах голосования и ответить на вопросы жителей. Как отмечает сама Ксения, немногие могут похвастаться подобным знанием в сфере выборов. Всегда осведомлены люди, то есть не все же смотрят новости, а тут как бы информационный материал, и мы ведем речь о том, что предстоят выборы. Поэтому некоторые узнают именно от нас. Мне все понятно. Это вообще отлично, что они ходят в частный сектор, что у нас есть возможность узнать до выборов все подробности, где можно голосовать. Мы недавно переехали в этот дом, поэтому я сомневалась, где у нас избирательный участок. И это здорово, что они пришли и сказали точно, куда мы пойдем голосовать. Каждый обходчик оснащен современным оборудованием в виде планшета, где установлено специальное приложение с вопросами. Также в распоряжении представителей избирательной комиссии опознавательные знаки, галочки с триколором. Если же вас не будет дома, член УИК оставит вам напоминание и информацию. Служба информации Юлия Короткова, Матвей Назаров, Алексей Звулов. В общественной палате Российской Федерации важная и ответственная церемония – вручение медалей «Отец-солдата». В общественной палате Российской Федерации проходит очередная церемония награждения медали общественного признания «Отец-солдата». И, конечно же, в списках наши нижегородцы, чьи отцы воспитали настоящих защитников Отечества. Среди награждаемых и три нижегородца – отцы, которые воспитали сынов настоящих героев. Ценой собственной жизни их дети рисковали, выполняя боевые задачи, и все трое – кавалеры Ордена Мужества посмертно. Награждение нижегородцев проводилось с председателем регионального отделения в Нижегородской области Дмитрием Исаевым, совместно с председателем отцов России Андреем Кочиновым. Все присутствующие в этом зале, все участвующие в церемонии не могут сдержать слез, гордости, горести и радости. Организация «Отцы России» делает огромное общечеловеческое дело. Церемония награждения медалью «Отец-солдат» была приурочена к Дню признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, посвящена Дню защитника Отечества и двухлетию операции СВО. Служба информации – Владимир Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин